Девушки отдыхают 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 Ну и чем ответят сейчас корейцы? Топим мы за корейцем. Я-то вижу, экстримчик там отписывался тоже в твиттере. Go, go MVP. Ну, мы так, мы не очень открыто топим. Мы подтапливаем, подтапливаем, скажем так, немножечко. Тайтхантер! Ну как теперь можно против них болеть? Даже Факер сейчас будет болеть за команду MVP Феникс. Тайтхантер, Рубик, Джакира, Фура. Рубику еще скоммунякать. У Death Prophet ульту и вообще просто... И просто в атаку. Да, это будет круто. Но все равно еще остался у нас вопрос с мейнкерри. И... А не тайт ли это? Ну потому что Фурион в сложную, да? Или это может Трипла в сложную сейчас от MVP против Сларка? Тайтхантер, Рубик. Кстати, они же могут. Они вообще этого Сларка задавят. Они могут сейчас взять кого-то керри героя, который может стоять один на один. То, правда, против кого он будет стоять один на один еще пока непонятно. Мистрасты не взяли своего хардлайнера. Но Мистрасты здесь тоже имеют возможность маневрировать. Допустим, если возьмут себе какого-нибудь... Ага, Темпларку забанили. Какого-нибудь соло... Ну, у них еще, кстати, и по миду тоже непонятно. Может быть, Фура как раз таки... Ну, Фура против Death Profit. Nature's Profit против Death Profit. Битва профитов. Кто его знает? Кто его знает? Возможно, и так. Ну, а можно... У этих ребят сложно, на самом деле, прогнозировать. Потому что могут, как нам MVP показывали, играть они не самыми стандартными стратегиями. Да. И играть неплохо. Да. Опять-таки, Варлок, который у нас зашел в прошлой игре, как оказалось, зашел он очень хорошо. Вот он, Тайтхантер. Тот самый Тайтхантер, который в игре против Arrow Gaming показал шикарную доту. Но ты смотри, средний ласт хит у Тайтхантера MVP 203 крипа за игру. Нифига себе Тайтхантер. Да, нифига себе Тайтхантер. Ну, это, походу, действительно будет сейчас Кэрри Тайтхантер. Ну, то есть, как Кэрри. Просто полезный Тайтхантер, который пойдет на триплу, очень быстро будет выносить очень классные вещи. Ну, это будет очень правильно. Чем позже Сларк купит свой Shadow Blade, тем... Тем проще будет играть для Феникс. Да. Ну, и давайте дождемся, что же возьмут последним пиком. Скорее всего, это должен быть оффлейнер. Ну, они опять берут Разора. Окей, в прошлой игре им не хватило. Мы решили, что сейчас будет... Самое оно. Вот в прошлой игре он просто не проявил себя полностью. Не, ну, может быть, сейчас они реально его лучше реализуют. То, что все-таки сейчас пик более агрессивный. Опять же, Shadow Demon и Trend герои, которые скорее от какого-то сейва играют. Но есть кого сейвить. Дэс Профита, если не дать в обиду с Разором, один матч, 0% финрейт. Ну, вот в кара с прошлой, 4-8-6. Про этот матч мы видим. Ох ты! Угу. MVP. Решили... Поставить нагу в мид. И сыграть триплой в сложной, чтобы не было времени думать про то, что надо убивать нагу. И Фариф пойдет на Фарионе в легкую. Должно быть так. Я верю в то, что MVP сыграет именно так. Давайте вы сыграете так, пацаны. Это самое правильное, если они так сделают. Это будет очень круто. Слушай, а... Ух ты! Ух ты! А это Сларк! Байкут? И... Это что? Сларк в сложной, что ли? И трипла с Разором? М-м-м-м. Это интересно. Ну хотя, как по-другому? Ну если MVP Феникс и триплой пойдут против Сларка, ему будет там тяжко, но ему и против Фариона будет невесело стояться. Надо угадать линиями. С линиями сейчас MVP. Если угадают они с линиями, все у них должно быть просто... Супер! Но если с линиями не угадают... Ну и сразу пауза у нас просится в начале матча. Будем надеяться. Ненадолго эта пауза. Можем пока представить, кто на ком играет. Хин будет играть. Джекира, Рейзен на Рубике. Марч, Тайтхантер. Фореф на Фурионе. И Кюо, Нага. Показывают нам 40 матчей от MVP. 57% винрейт. Мы видим, что на Сларке у них 60% винрейт процент. На Никсея 50, у тех героев, которых чаще всего пикают MVP. Ну и вот против них Мидтраст. Вот они, Мидтраст. У этих тоже Никс один из лучших героев. 63% винрейт. И так далее. Ну, кстати, то, что MVP пишет у нас. Skype Problems. Skype Problems. Это говорит нам о том, что они сейчас не на лане, что ли, находятся. Я в это не верю. Я думаю, что они находятся на лане. Но, может быть, все равно общаются с помощью скайпа. Да, да. У нас практически все так и делают. Ну, и это плохо. Европейские команды скайп не используют совершенно для связи. Абсолютно все ее зают специальные программулины, как Трэйткол или Вентрила или Тимспик. Ну, потому что все-таки они для этого и придуманы. Они действительно намного лучше работают, чем работает скайп. Там все-таки качество связи намного круче. Так, ну и побежали, мистрасты, в чужой лес. Абба на Death Prophet. Кит Сларк ТНК Shadow Demon. Абба... А, так, нет. Лакелс у нас Разор. И Бумбел Трэнд Протектор. Походу, тут они друг друга встретят. Рубик побаивается один идти. Не, ну, это вполне правильно и логично, наверное, что он не хочет. Да, они решили забить на свой лес. Shadow Demon ставит воротецкий. Ну, и как же будет по лайнам? Сларк, судя по всему, собирается соло стоять, судя по его закупу. Ну, да, закуп такой серьезный. 10 танго и один хилинг селф. И остается у нас 3-пла с Лейклзом в легком... В сложной, то есть... Банша... Не, Банша будет в миде. Сларк в изилейне. Ну, и Сларк будет против Тайда. А фармить у нас будет Фурион на легкой. Какой-то, если честно, не совсем понятный расклад у МВП. И было бы, конечно, круче, если пошел бы Тайд в сложную туда против Сларка. Ой, говорю, Тайд, а профит против Сларка. Ну, Тайд против Сларка тоже хорошо простоит. Он должен вообще спокойно против него стоять. Этот анчерсмэш, который вытягивает там дамаг 60%. По факту, если этот товарищ на Тайде запотеет, а он должен запотеть, он перекаясит очень жестко этого Сларка. А Фура, он хорошо бы отстоял против Сларка, но он бы его все равно не смог загнобить, потому что у того миллион хила. Его бей-не бей, там щиточек, тысяча тангусов, он бы просто-напросто восстанавливался. Дотерпел бы до шестого, а дальше уже его бей-не бей, он восстановится за счет ульты. Вот мы уже видим. Минус 36 дамага, и как тут лосхитить крипа? А никак. Благо спадает. Достаточно шустро. В миде что-то у нас? Но все равно, как только Сларк будет подходить, он все равно будет сразу же получать на лицо. Рубик. Ага, поймались, руки навали, вот телекинез. И, по идее, нет дисрапшн, никуда он отсюда не уйдет. Это Фрестблат. И отличная ФБ, собственно, от митрас на сложное. И опять-таки сейчас не получает себе буст по левлу. Второй левел сразу получается у Шэдоу Демона. И можно пытаться напрягать дальше эту триплу. Ну вот, ну, опять-таки, ну Фурион на трипле, ну что это такое? Ну зачем вот так играть? Это, по-моему, ну, блин, я вот не помню, когда я вообще последний раз видел Фуриона на трипле. Да, у него не фаст левела, ничего нет. И пока тут, конечно, линия проигрывается. Дисрапшн, ТНК слишком агрессивно играет. Ну почему бы и нет? Он зато дает возможность Лейклзу пофармить. Ну, Лейклз как-то непривычно для себя. 3-0. Говорит, блин, почему у этого Марфа нет вейва? Я вообще не знаю, что делать. Не у Марфа, а у Разора почему нет вейва? Это как это я убивать их буду вообще? Ну вот, стадик линк бросил, тут же Фурион, собственно, разрывает линку. Ну вот, примерно как-то так и должен был предыдущий Разор в миде действовать. Сейчас посмотрим, как... Как этот. Да, этот явно будет... Ну может, Лейклз получше все-таки, наверное, играет. А я обращаю внимание тем временем, что в миде кью-оу против Абы. Забег сейчас за ДД выигрывает кью-оу. Но у Наги 320 мс, она тут без шансов этот забег выигрывает. Да, и еще ждет банку, которая прилетит для того, чтобы взять ДД от пиццы и потом взять ДД в банку. Ну вот, это немного не доиграло Аба. Должен был он заставить забрать это ДД, либо попытаться сломать, а дабы подобного не случилось. Но вот подобные ошибочки они решают. Ну да, кью-оу имеет 9-1 крипстат, ну меньше, чем, конечно, у Баньши. Но в любом случае это достаточный крипстат, как для Наги в миде. И к тому же имеется ДДшечка. А ДДшечка это уже неприятно. Ну, на Нагу мы будем иногда обращать внимание, потому что, понятное дело, что Нага здесь это основная, наверное, надежда команды MVP Феникс. И если эта Нага вынесет к минуте 23 себе Радианс, то будет тяжеловато и с Ларком, и Разором, и всем остальным. Хотя герои такие, скажем так, непростые. Телекинез на Шадоу Демона, прячет он в ответ. ТХД, наверное, и погибнет. Здесь Разор. Не достает, правда, если он статик филдом. Статик филдом не достает, он плазма филдом, но фракция она зарабатывает. Достаточно легко, да, там. Убивают, как бы, просто с руки. Да, Митраст начинает эту игру намного веселее, намного как-то активнее. И самое интересное, что у них еще есть Сларк, который скоро уже тоже начнет подключаться. Ну, как скоро, еще минут так через 7-8, может быть, даже чуть больше. Но он будет делать экшен, начиная с 12 минуты, вот уж точно. И тогда будет совсем тяжело Митрастам, MVP, потому что у них еще Нага к этому времени будет точно фармить. Вот, там и банша подключится, то есть сдержать натиск будет очень тяжело. Сларк на Тайда на топе, приморозили, байтанули очень хорошо Сларка. Тут дерево пытается выкилять, но вот мы понимаем, что Тайду цепануть нечем дальше. Кракеншелл на 2 взял. Не, ну нормально, Кракеншелл в 2 и в 3 сейчас Санчер Смэш. Просто отлично, конечно, все очень круто. А у Сларка мы видим, что в 2 пассивочка и в 2 паунс. То есть, ну, против Тайда и СНС Шифт действительно имеет смысл, когда ты стоишь на линии. Но, по крипстатам мы смотрим и мы уже видим, что по сути 3 линии выигрывает команда Митраст. Вот у MVP есть такая проблема. Они напикают и потом не знают, как ставить линии и вот проигрывают все 3 лайна. То же самое было против Arrow Gaming в первой карте. Shadow Demon с Трентом продолжает делать экшен. Да, мы видим, что действительно 30 дэмэджа сейчас у Сларка на топе. Ему очень тяжеловато. Здесь ТНК с деревом прячет Нагу. И тут же Фурион закрывает Баншу. Нагу задули. Нага по-прежнему жива. Нага, Нага выживает. Ой, как ты ХД с хайграунда. Хорошо, сейчас помог. Можно ловить кого-то одного. Райзен подымает у нас Shadow Demon. Ну и Shadow Demon тут, конечно, никуда не уходит. С руки просто его забивают. Ливен Армор даже не спас. Да, ну и хороший сейв Наги. Но мы видим, что намекают Митраз, что мы вашей Наге не дадим спокойно фармить. В то же время Лейклз как-то так получается во всех играх команды Митраз, что Лейклз стоит себе один и фармит. Никто ему не мешает, все у него хорошо. Говорят, на, братиш, давай, фарми, короче. И он, в общем-то, не стесняясь фармит. Нага пошла на базу, я так понимаю. А, нет, Нага решила пофармить лес, пока у нее там обузится Ботл. На топе Сларк тоже пока спокойно стоит себе на линии. Пошел в магазинчик. Что-то купит. Ну, там нечего ему пока покупать. А, он хп себе регенил с ульты. Да, он врывается опять на Тайда, получает Энчер Смеш и говорит, блин, короче, ты мне надоел. Тайд Хантер, блин. 175 дэмэджа. Ну, это нападает на Марча с деревом. Маны нет даже на Энчер Смеш, это очень неприятно. Но он уйдет, конечно, отсюда, но все равно, видим, дэмэджа много. Получил, нету регена, но, правда, есть у него суперзеленые тапки, поэтому скоро она регенится. Но, тем временем, руну опять-таки отконтроливает Кьюоу здесь и забирает очередную он руну. Вот у Банша нельзя так сильно проседать в плане контроля рун. Причем, что она своими сформами может отпушивать и спокойно их контролить. У нее, как бы, монопул побольше, чем у Наги. Да, это факт. Ну, вот тапба, мы видим, есть 29 на 8 крипстат. У Наги 27,2, то есть, в принципе, это ровный крипстат. Ну, Банш, скажем честно, проще формить слип. Слип Баншу в миде будет пытаться ловить. Это Тайд Хантер с ультом. Он будет ждать, пока кто-то прилетит. Отменили, ну и логично. Бам, Рэвэдж, не жалеет. Ого, Дэс Профит-то отхиливается очень неплохо. Ливи Нармор там немного подсейвил. Неужели уйдет? Нет, все-таки. Тайд Хантер четвертого левела. Очень большой рендж у него. И 225 демджа все-таки он сейчас валит с Энчер Смэша. Поэтому это неприятный довольно герой. Он еще сейчас пойдет в ближайшее время Энчентов фармить. Где Фурион вообще? Где Фурион, скажите мне? Фурион нафармился в Фуизы. Снизу на Разора, опять-таки, уже забили. Они решили, как с морфом, короче. Ну и у этого Лейклза. Потом разберемся, скажем так. Давайте пока разбираться чем-то другим. Но у него 3000. Это не морфлинг далеко. Разор тот герой, который будет делать экшен в начале игры. И совсем другая ситуация. Если тогда они на этого морфа забивали. И вся остальная команда была постоянно под ударом. То сейчас под ударом будут сами МВП. От такого Разора тяжело будет куда-то прятаться. Сбежать. С фейзами, пассивочка там и так далее. Сейчас айтемы наберет. Уже поинт бустер. То есть он еще и толстый. На Тауэр уже наваливаются. Но тут мы видим, что стоит. Стоит здесь Хин. Второго левла, правда, ТХД. Ну и что, неужели Лейклаза будет пытаться как-то прижарить здесь? Это третий. Второй левел, ну третий. Это уже чересчур, конечно, так же с Шадоу Демоном. Ну и на топе проблемы огромные сейчас у Рубика. Еще один удар надо сделать Сларку. И прыгает он на Рубика и убивает его. И Тайтхантер ничего не может сделать. Тайтхантер. А тем временем снизу нападает на Фуриона. Заморозка. Фуриона догнать не удается. Переключается обратно на Тауэр. Ну и ТХД. Да, это товарищ точно приплыл. Левел 3. Сулкетчер повесили. Но это провал полнейший. Разорвали на части. И Тауэр сейчас можно забирать. Как раз пока есть дэмэдж. Плюс 122. Надо заласт хитить обязательно. Понятно. Надо, надо заласт хитить обязательно. Все как положено. С таким дамагом, по-моему, сам Бог велел. Но не всегда получается. Тайтхантер на топе. Тем временем дофарливает свою Мекку. Против него Сларк. У которого есть ПТ, есть Орбов Вином и 1000 голды. То есть очень неплохо. И мы видим, что получается. Что в принципе Сларку дали свободу действий. Разору дали свободу действий. И это плохо. Но в то же время Нага, которая забрала абсолютно все руны. И Нага, у которой уже 1000 голды. Аквила и тапок есть. То есть у Наги банка еще есть, не забываем. Имеются неплохие перспективы. Да. Но вот опять же, надо эти перспективы до них дожить еще. Сайленс не дает Наге заюзать иллюзии. Ну и Фурион там запирает. Но все равно толку нет. Тайтхантер подошел с реведжем. Еще один килл. Одного убили. Разора подняли. Разора бить никто не хочет. Разора бить никто не может. В первую очередь. Ну и размен один в один. И размен очень-очень нехороший для МВП. Потому что забрали дерево, убили Нагу. Ну как бы потеряли Нагу. Каждая смерть Наги это самое важное, что должны сейчас делать Мистрасты. Потому что Нага, она не купив Радианс там хотя бы до 20 минуты, она уже потом будет просто бесполезна. Да, да. И Разор мы видим прибежал сюда. Разор будет делать себе Аганим. И тут будут падать Тавыра. А до Аганима осталось-то не так уж и много. Да, вчера мы видели как раз-таки у Митраст. Не, не у Митраст, у Минески мы видели. Разора с Аганимом. Мы помним в последнем решающем матче против Оранж. Который они выиграли на переигровках. То есть позавчера это было. Пришел к нам Виктор, машет нам рукой. Виктор не болеет за корейцев. Он их ненавидит. Корейцы будут ушатывать. Ну, ушатывать так себе. Пока такое, да. Да, 10 минут игры прошло. Они проигрывают 4000 голды и 2000 экспы. Сейчас парни из MVP. И, ну, не видно, как они будут выигрывать. Здесь дерево бегает в инвизе. Палит всю движуху. И ТНК далековато, конечно. Зашел. И за это его тут наказали. Очень серьезно. Ну и Тайтхантер пошел фармить Эншит. А он же их фармит абсолютно без проблем своим Энширсмэшем. Мы понимаем, что они его просто не дамажат. Смотрите, там Эншиты, которые бьют его по 40. У него щиток. И демидж не проходит, да. Марч вот просто пофиг. Он регенится стоит. Мы видим, у него 700 хп. Надо стики прожать. Не хочет. Не жалеет. Сам с руки добил. Так, а тут у нас, кстати, нашел тренд. Зажал в лесу. И Биразор на халяву получает фраг. Да, ТХД пока у нас получается каким-то... Вообще не знаю. Каким-то шаттудемоном из прошлой игры. Да, каким-то шаттудемоном из прошлой игры. У которого нет ни левела. И который массово фидит. Так нельзя, конечно, делать. Пока дела плохи. 4-6. Нага. Ну вот у Наги уже более-менее деньги какие-то появляются. Но это даже вот... Ну да, это 1800. И мы понимаем, что еще фармить и фармить. Только до самого Саккарта еще 2000. 9-й левел. Тайд на топе. Тайд. Пошел Линк. У Тайда высасывает огромное количество демеджа. Просто, ну ты смотри. У Тайда вообще нет демеджа. А у Розора... К такому Розору теперь лучше не подходить. Ну да. Курьер килл. Да, Рер Курьер. Хас бин килл. Два Телепорда. Будут цеплять Розора. Съезжается Слип. Розора 1200 хп. Тиммейт. А ну его-то убьют точно. Там дисрапшн. Там может быть и получится подсевить. Ах, все-таки попадает. А еще и шеде поймали. Еще и шеде поймали. Можно его тоже убивать. Ну Розор точно здесь погибает. Но вот за шеду демоном не побежали. Да ладно, дерево сейвит. Ну не может быть. Там Гаш хоть есть? Есть Гаш первого. Все-таки погибает и подставляется. Ну там Нага погибли. Там погибла тем временем Нага. Которая пошла верхом. И минус Нага. И минус Рубик. В итоге 2-2. Сларк прыгает в толпу. Бьет Марч. У Марча нету. Маны. Марч разваливается очень сильно. Там дерево и два живое. Банша тоже здесь. Марч пытается убежать. ТХД. Все-таки показывает, что может. Он будет полезным. Сейчас будет Паунс. Марч. Фурион прилетел. Закрыл Марч. Бежать, бежать, бежать. Ты посмотри, как сейвят друг друга. Но здесь... Но Марч тут никуда не уйдет уже. Есть только какой-то ТП непонятный. Но куда? Как? Нормально! Нормально! Банша-то дамажило. В том-то и проблема. Что Сларк его не дамажил вообще. А вот Банша дамажил. Если бы Тайт повернул сюда, я думаю, он бы выжил. К Т2 Тауру, я имею в виду. Ну, может быть. Но там столько всего было потрачено. Плюс Сларк неимоверно быстрый своими Паунсами уйти. И все равно было тяжело, конечно. Потому что он столько прожил, это уже... Говорит о том, что будут проблемы, когда Тайтхантер купит себе какие-то шмотки. И он делает себе Бладмейлы. Интересный такой вариант. Бладмейлы. Хм. Что-то, мне кажется, это совсем провальный вариант Бладмейлы. Ну, такое. Может быть, разве что там Дест Профит под ультой, если будет фокусить его. Сама получит у Гуго сколько дамажа. Медас себя фармляет Фура. У Наги 2-100. Так, медленно, но верно выфармливает свои шмотки. У Розора, наверное, гони. А, вот тут как раз. Ну и дальше он будет фармить Рефрешер. Это факт. И дальше будет драться еще тяжелее. Фура у нас отъехал. Сларк нашел. С Шадоублэйдом. Ну вот теперь для команды MVP Феникс начинается ад. Ну что, им надо постоянно контролить Сларка. И думать про то, как убить Розора. То есть нужны варды. Нужна прочая ересь и так далее. Ну, Дарпакт купил, говорю. Дарпакт скоммуниздил себе Рубик. Такое. Вот да. Такое себе. Скилл своровал, учитывая его ХП. Да. На топе падает спокойно Тауэр. Вообще беспрепятственно. Притом Розор еще ульту не тратил. Да, сейчас упадет второе. Сейчас уже Митраз должны чувствовать свою безнаказанность здесь. Ну что, им действительно сейчас, по сути, MVP мало что могут сделать. Им нужно время для Наги. Нага 2 600. У Наги все очень печально. Нага слишком много дерется в ненужный момент. Там, кстати, ульту украл Рубик. Большие. Да, вот об этом я и говорил. Вообще ошибки очень часто такие допускают Death Profit. И не первый раз я вижу подобное. И сейчас Рубик очень полезен с этой ультой. Ну, кстати, лучше бы подрали здесь MVP. У Тайда был ультимейт. Правда, 10 л. Но суть не в том, если бы они сейчас подрались под ультой Банши ворованной, было бы довольно неплохо, я думаю. Сларк ищет себе кого-то опять. Shadow Blade у него есть. Ну и давай. Ну и вот он с Н3. Сларка видят. Нага отходит. У Наги есть Слип. И если что... Нападет или нет? Ну, смысла мало. На фуру хочет напасть. Нага, Слип, Слип. Вот он Слип. Фурион улетел. Ах, осталась такая копеечка, конечно. Что дальше? А как убивать? Приморозили. Начинает бить. Сларк и Ватар бежать. Тейтхантер здесь. Вардов нету. И... Рэвич из-за Тейтхантер. Но не попадает. Да, ребятки. Это, конечно, провал. Вот Вижен. Вижен. Нужен Вижен против Сларка. Всегда надо иметь какие-то сентри. Были бы они сейчас, можно было бы спокойно его убивать. Тогда бы Рэвич был заюзан. Не так, как сейчас. Так, ну и что у нас? Экономика меняется. Потихонечку вырывается вперед. Ребятки из Мистраст. Ну, преимущество там под 5300 где-то. 3000 экспы. В миде что-то у нас наклевывается. Ага, еще и без маны-то их хантер. То есть этот тавер они и задефить, по сути, наверное, не смогут. Дэс Профит ульта сейчас откатит. Посмотрим на Рубика. У Рубика ульта тоже сейчас откатит. Нормально, хорошо живет. Да, так, ну что. Вот пошла одна ульта. Тайт без ульта. И это очень важно сейчас для мидтраста. Они понимают, что им в МИП толком ничего не сделают. Рубик отвечает тоже ультимейтом. Да, там баньша-то без маны такая. Ну, тут дерево побитое. Ну, а снизу Сларк. Снизу Сларк играет себе в свою игру. У Сларка все отлично. Сларка действительно к 25-й минуте появится Айов Скади. С такими темами по деньгам там уже 7000, по XP 4000. То есть хорошее преимущество имеется у Митрас. Ну и вот на телепорт Тайда все разбегаются. Тайт по-прежнему без ульта. Зато у него 11-й. Да, ну и что? Если ульта не такая разница, да? Да, 11-й. Целых 0,3 секунды разницы, да, и там 100 лишних дэмэджа от ульта. Это такое. Это не столь сильно решает в данном конкретном моменте. Так, а у Фуриона что? У Фуриона пока помимо Митаса ничего нового не появляется. Ну вот не краун будет делать, я так понимаю, или что? Ну, походу, раз купил этот пояс, точно не Power3D и не Сашу Яшу. Ну да. Будем надеяться, во всяком случае, на это. Сейчас Санжин и Яша просто на Фурионе. Хлобысь и поехали дальше. И победил еще. То, что надо. Ну и как-то собрались МВП вместе. Что-то они хотят. Их Нага купила Сакрет. Ну, слушай, к 20-й может вполне появиться заветный Радианс. И там Сларк пока по Нетворцу держит топовые позиции. Но Нага не сильно отстает, а с Радиансом Нага начнет быстро догонять. ТП-аут. Кио чувствует, когда его приходит гангует. Молодец. Вовремя ушел. Ну, тут Разорчик сделать он ничего не сможет. Приятно. Мувспит у Наги с обычным тапком 370. У Разора там со всякими пассивками 372. Ну и Нага, я не знаю, что она делает. Вообще, что делает МВП, что они хотят от Разора. Он же вас один всех убьет сейчас. Развернется. Так. Подтягивается Деспрофит. Цепануть нечем. Вот проблема в том, что дизейблов маловато. Эдон Разор дал статиклинк, а толку вообще нет. Да, ну им и не надо цеплять, по сути, сейчас. Им надо просто давить, давить, давить. Вот дерево с даггером. Вот он, вот он шанс. Прыгнуть, цепануть, а дальше будет больно. Дальше будет очень больно. Опять-таки, разрывы по Нетворцу сейчас не особо большие, да, между первыми тройками. То есть, да, разница есть там в тысячу, но тысяча там, это такое. А вот Сларк, который, если еще сделает пару фрагов немного пофармит, он уже станет проблемой, серьезно. Да, тут пока непонятно, что он будет себе покупать. Он нападает на Фуриона, ничего не вышло. Фура вовремя ушел. Не хватает демэджа сейчас немножечко Сларку. И, ну, хватает денег, поэтому вот мы сейчас посмотрим, будет ли он покупать какой-то даб. Я говорю, да, герр, боже. Башер, либо будет он фармить себе... В Скаде. А, в Скаде, да. На Рошана пошли. Ну и понятное дело, что ничего здесь не могут сделать парни из MVP. Наге надо еще 400 голды. В принципе, она выносит довольно ранее радианс. Ульт Баши, главное, бьет Рошана, а вот Ультразору Рошана не бьет. Как-то нечестно. Да, кстати. Что за беспредел? По сути, если... Ну, он армор не должен снимать, но хотя бы дамажить, наверное, все-таки должен. Как по мне, это было бы неплохо сделать. Ну да, немножко нечестно. Не самый читерный герой этот Розор, чтобы сказать, прям вот он, пипец, какой нереальный. Я думаю, мы его на Интернешнлле увидим еще не раз. Да, Европа еще нас ждет. Напомню, что завтра в 7 утра по Киеву в 8 по Москве начинается нас китайская квалификация. Так, Тайтхантер на топе, прилетает дерево. Тайтхантер, что он вообще здесь делает? Дерево массажирует его. Так, Мека, Тайтлуха. Ну и он погибает, занят паут с битмичем. Да, вот он пережил просто все дизейблоки, в него там закидывали, и потом шел с ТП. И еще тут одно ТП. Профет забрал Тавр и тоже убежал, его никто не успел поймать. Ну вот, начали что-то там МВП придумывать веселое. Какие-то вы крутасы, которые, как мы видим, работают. И не краскурс. Уорчит, будет себе. Так, сейчас умрет Рубик. Сларка, раз. Бомба. Телекинес, он моментально спадает. Тут ничего не сделаешь Рубиком. Без шансов, да. Есть одиннадцатый фраг для Митрас. Для Сларка этот фраг стал четвертым, 4-0-1. И он собирает Сайленс себе. Вот так вот. И это, кстати, может сработать. Да, против Наги той же нормально. Но вообще, в принципе, просто больше некого затыкать. Тайт? Ну, Тайт, да. Только с него спадет он 100%. Поэтому дело такое. Вообще, в принципе, дело не самое лучшее фокусить Тайду, у которого еще Блэдмейл есть. Ну да, этого ты все равно не убьешь. Кстати, Тайт становился сейчас у нас в развитии. Становился у нас в левеле. Как одиннадцатый есть, так и есть. Ну и Наге надо время. Нага сейчас сносит первый Тауэр. И тут Сларк пытается на нее прыгнуть. И действительно прыгает же. Нага вынуждена слип давать и улетать. Почему она не полетела вниз сейчас? Лейклс. Лейклс. Марш в сайленсе. Лейклс его бьет. Марш тупо фуловый. А почему они не развернутся? Я не знаю, почему они не пойдут и не побьются. Там Аегис. Не хотят они убивать Разора. Но у него же ульта скоро кончится. Тайтхантер пошел. Но Тауэр отдали. Все. Забрали, правда, тоже. Но забрали-то Т1. Потеряли Т2. Но это не очень плохо. В любом случае, Нага-то догоняет Разора уже. Трвела появились тут. Помимо Радианса. Все, сейчас Кьюо начнет фармить. Ну а теперь главное, да, смогут ли они обеспечить Наге вот это время. Слушай, подожди, а как Сларк-то умер? Где Сларк умер? В смысле, что? Его Нага убила вот здесь иллюзиями. Как вообще Нага могла убить, она от него в ужасе убегала. А наш ТП вообще делал аут. Нас делал, а он походу сгорел от иллюзии или что? What the fuck вообще? Вот это... Как это произошло? Да, очень обидно, что я даже не заметил этого. Ну потому что здесь был экшен, я вообще, Нага улетела, я камеру... Я даже не обращал внимания туда. Так да, а что туда смотреть? Как Нага под Слипом улетела на базу и все. Да, интересно. Оказывается, не все так просто. Оказывается, Сларк... Сларк решил, что он сильно умный. И иллюзии Наги его заставили подумать иначе. Да, Трэвлайт 1000 голды у Наги. И Нага вот в одном крипе уже от Разора и скоро будет Кьё уже впереди. Кьё мы видим в миде иллюзии и так далее. Везде, где можно иллюзии. Некро 2 появились. Ну и вот Нага обгоняет Разора понемножечку по Нетворсу. Ну и вот ей сейчас какую-то манту Тараску. И начнутся тогда проблемы уже более серьезные. А как они ее будут убивать? Непонятно. Тоже, ну вот действительно, убивать-то будет очень тяжело. Тайтхантер в миде сейчас с Нагой бьют Тауэр. Нага начинает с Монта Стайла. Тауэр здесь MVP очень хотят забрать. У них по-прежнему есть ревейдж, который они не юзали. Не, ну MVP просто красавцы, конечно. Что сказать? Пока да. Да терпели. Ну хотя они проигрывают все равно, но они уже проигрывают не 7. Посмотрите на график. Они уже начинают выигрывать. Начинается драка, разорвали Рубика. Слепи ТП Аут, да? Или зачем ТП Аут? Ну ТП Аут Марч. Да, все-таки решили вместе. Ну самое главное, что они ушли все. То есть если ТП Аут, то должны выживать. Пока еще не сильно, как бы, они верят в свои силы. Нага. Ну а пока да. Потому что пока все-таки рановато. Сларк, Разор и Баньша сейчас сильнее. Но вот если вот так вот они будут разводить, это очень круто, конечно, сейчас было. Потому что Профетка в Слипе, все в Слипе. Двое сделали ТП Аут, Тауэр забрали. Ничего не потеряли. И Фарив уже на топе, Фурион он фармит. И Т2 Тауэр в миде уже дефит Марч. И по-прежнему реведж есть. То есть если вот решат МБП, что все-таки сейчас подходящая ситуация для драки, то будет хорошо. Фурион уже не первый раз вот такой телепорт делает. Пора бы... Научиться. Да, потому что прыгай. Ну он прямо вот сюда именно прячется. То есть нужно вот так вот прыгать. Может быть, а у нас скрипит. Ну да. Хотя бы на рандом. Там орчит, может быть, успеешь повесить в миде. Это Хантер. Вот, мне нравится, как он играет. Вообще. А, подумаешь. Да пофиг вообще, да. Там 5 игроков. У меня 1400 хп, Блэйдмейл, Мека, Кракеншелл в 4. Вообще плевать, короче. 56% из резиста. Пятерых, да, да, да. Вот он Тайд Гунтер. Серьезный пацанчик. Ну вот готов он так дальше ходить. Говорит, давай в меня статиклинг, давай в меня плазмофил. Все в меня, давай. Я готов. О, Лейклс такой пацанчик тоже. Идет Аэгис свой отдавать. Очень сильно идет отдавать свой Аэгис. Ну и мы видим, заморозили его. Аэгис может на халяву Лейклс отдать. Да, вот тут мы видим, Начурс Профит, кстати, погиб. Я не понял. Так, и вот сейчас очень интересно, если он БКБ не прожмет. Вот, отгоняет его. Профета нету. Профет погиб от Сларка. Это очень печальная штучка. Там про Доснекро 3, Профет все равно не хватило. Этого Сларк его за время Сайленса убил. Не знаю, почему сейчас Джакиро не дал заморозку. Они бы могли заставить Разору прожать БКБ просто так. Марч. Марч включает Блэйд Мэйл. Марч по-прежнему Блэйд Мэйли в Сайленсе. БКБ прожал Разор. В Разору очень много демеджа. Нереально количество демеджа. Разор прожал БКБ, но он вообще никого не ударил. У него много демеджа. Абу тоже разрывает на части. Ультимейт неплохо продамаживает Кио, но Кио живет. Приделся за Фурион, Сларк, да. Вижен нужен, Вижен нужен. Сларк сейчас будет грызть. Ой, просветку дали, успеет ли Рубик. Рубика закрывает. Скорее всего, да, Рубик выживает. И Рубик еще дерется дальше со Сларком. Побежал. У Сларка гем, отдаваться ни в коем случае нельзя. Если бы они сейчас Сларка этого догнали, было бы намного круче. В итоге минус 3 от MVP. Чуть не убили Сларка. Нага заработала опять нереальное количество времени. Нага заработала денег, у Наги сейчас будет Манта Стайл. И MVP растут не по дням, а по часам. Да, подтягиваются у нас тут тем временем наши коллеги. Вижу, Гатхант, адекват подтянулся. Понимаю, на гранд-финал ребятки подтягиваются, готовятся, готовятся, комментируют. Гатхант там уже собирается, наверное, про MVP рассказывать какие-то веселые истории. Та ну, а ты что, если MVP будет в гранд-финале, 100% мы посадим, собственно, Гатханта. Ой-ой-ой-ой, здесь Сларк Паунсов не попал, закрывает его Фурион. Здесь же Некра, пытается улететь Сларк. Ну и жаль, что у Некрономиконов нет стана. Такой неожиданный стан появляется у Некрономикона, да? Да. Хлоп застанил, пацана, и так далее. Сижу и поражаюсь с наших комментаторов вообще. Я доклад вчера до трех ночи комментировал европейское порево под названием Маус Спорс против Фнатик на The Summit. Ну и утром уже здесь. Тебе делать нечего, что ли? Ну, походу, да. Ну что, очередная попытка. Понимает Митрас, что, ну, надо им что-то решать. Ну, что Нага их скоро сделает... Скоро сделает и бобо. Так, вот это не очень... А, блин, боже, я подопал Рубик. Это Сларк бегает под Таваром, ничего не делает. Господи, что за бред. Плавит. Ну и далеко пока отсюда Фурион. Он пропушит линию. В миде Банша Тавар не бьет. Танкует матч. Приморозили у нас Разора. Спрятал его ШД. Так, могут Баншу убить. Банша едва живая. Разора отталкивает подальше. Вот, вот оно, дерево. Марч. Вот, да, еще и Макропира в дефенс. Еще чуть-чуть. Побежал Рубик в ответку. Ультимат дерево. Ну и что, Тайд будет ультовать? А у него нет ульта. Разора опять ничего не сделал. Абсолютно. Ты Фурова туда бы? Сларка надо убить. Сларка надо убить. Сларк. Спрятали Тайда. Ну, тут пришла Нага. Нага сейчас разбирается. Нага делает еще один минус. Нага еще половину этого замеса вообще фармила там у себя на топе. То есть, по факту, практически вчетвером МВП выгнали всю команду Мистраст. Разор просто... Какой же охренительный герой, вот согласись. Просто МВП сегодняшнего утра просто идея. Ребята, если вы хотите, чтобы вся неделя шла классно, просыпайтесь каждый понедельник в 7 утра и играйте два паба Разором. Все. И у вас будет весь день удачный, вся неделя будет удачной. Митраст и Разор пока начинают себя закапывать. 2000 голды осталось преимущество. 3000 экспы осталось преимущество. Все хуже и хуже. Дела идут сейчас у команды. И в перспективе с Нагой бороться вообще нечем. Yes. You're absolutely right. Смотри на эти иллюзии. Смотри просто на них. Одна, вторая, третья. Ну, пошла игра иллюзиями. Все замечательно. Есть Монта. Следующая, понятное дело, Тарасочка. И... Слайк просто пробегает мимо. Так, ну вот, дерево тоже бегает. Не, ну сейчас, наверное, Нагу будут убивать. Но у нее есть Слип, поэтому она выживет. Если что, Сайленс. И хватит ли дэмэджи. Да, хватит. И потраченная Монта. Вообще, если ты в чужом лесу бегаешь, Монту тратить это дело не самое хорошее. Это ошибочка сейчас от Кири команды MVP. Да, так, так тоже нельзя действовать. И мы это прекрасно понимаем. Рубик. Рубик, кстати, с ультимейтом Трента. Хорошо. Даггер у него есть. Ну и пытается сейчас Мистраст воспользоваться моментом. Забрать, наконец-таки, этот Т2 Тауэр, который все не упадет. Но через 30 секунд будет Нага. Ну, как минимум, Т2 Тауэр они должны забрать. Да, ну вот без Наги действительно драться нет смысла. Но и Митраст с третьей только попытки забирает этот Тауэр. Правда, параллельно Фурион заходит на Т2. И неужели Митраст будет пытаться зайти на хайграунд? Ну, есть Глиф, Нагу дождутся. Ага, вот так вот, через два ульта. Ну и Тайдхантер пока Блэйдмейлом пытается немножечко поймать дэмэджа. Есть Глиф еще. Да, они его сейчас провязывают, понятное дело. Вот он Глиф. Отлично! Хорошая заборозка. Шива. Шива, боже, Тайдхантер. Братюня, а что ты жалеешь ультимейт? Ну, вот он ждет, ждет Нагу. Сейчас он пошел ультовать, но враг уже слеп. Будет ли догонять? Даггер нужен Наге. Поймали, поймали Лейклза. Так, Лейклз, сеточка сейчас в него полетит. БКБ ему тут не поможет. Спрятал, правда, ТНК. Ну и сейчас БКБ поможет. Но Саверс. Какой же это бесполезный герой? Ну вот он всю игру фармил. Причем мы видели, как он фармил. Он стоял один на один скрипами полыгры. Хоть и стоял на хардет пока. Ага. Так, фура. Не стало с тобой ничего придумывать. Но было близко. Было близко. Два Тавра в миде тем временем падает. Забежал Марш вместе с Нагой, вместе с Иллюзиями. Нага тем временем 1300 голды уже имеется. И сейчас Тавр упадет здесь, скорее всего, без проблем. Потому что у Тайда по-прежнему имеется ревейдж. Тайд в сайленсе. Тайд просто идет. И правильно делает. Надо просто идти прямо. Он может танковать. Тавр. Сларк. Лол. Брадюнь, что ты делаешь? Тайда подняли ветра. Сларка спрятали. Сларк пока живой. Тайд. Где ульт? Вон. БКБ поражала только Банша. Сларк у нас уходит. Тренд протектор погибает. Ну и Тавр надо добивать. Тавр все-таки не добивает, потому что приезжал разор. Да, фура еще отсутствует. Ну и, наверное, тут что? Джекира? Через 5 секунд будут Юлы. Ну и Джекира хоть кого-то. Ну Тайда, Тайда, Тайда будет отсловить. Наверное, Джекира на себя сагрил. Красавчик. Вот тут хорошо сыграл. Хин. Да ладно. Ну Сларк добьет. Еще бы ТП аут. И цены бы ему не было. Да. Но тут, конечно, без вариантов. БКБ купил Сларк. Рошан. Третий БКБ у Мид Траст. Фура прилетел, забрал Т2 Тауэр. Точнее, пытается это сделать. Давай! Давай! 40 КП валят! Нет, не добьют. Ну тут не хватает просто какой-то копейки добить. На дабл дэм, да, говорю, дабл дэмэдж. Дал бы сам он еще пару тычек и потом бы улетел, но... Тут иллюзии Наги тоже. И вот так вот, иллюзии Наги. Но вот мы понимаем, что Тин Кей чуть не погиб там. Тихие иллюзии Наги. Все-таки Тауэр задефили и дерево мухивает. Слушай, это очень грамотно они сделали. Они даже сами, наверное, не поняли, что они сделали. Они не дали убить Рошана только что. Просто вот своими вот этими мувами. Ну может быть, кстати. Но вот Рошана начал бить Лейклз и очень далеко сейчас Нага отсюда. Но у Наги мы не забываем, что есть чудесный тапок, который позволяет перемещаться очень быстро по карте. А у Тайды нет ульта, поэтому вряд ли они пойдут на Рошана драться. Они отдадут Аегис врагу. В принципе, им уже не привыкать. Они умеют по два раза убивать. Вот это Монага уже одевается очень плотненько. Ну слушай, сейчас могут поймать Тайдхантера в миде. И поймали Тайдхантера в миде. Пурш, Тайдхантер, ну вот так вот Тайдхантер просто говорит. Это вообще невероятно. Тайда, Сларк себя убивает. Закрыли его. Тайд живой. Здесь же разор. Сеточка на дерево. Побежала Нага. Одного сожгла моментально. Тинкей тоже погибает. Ну и проблемы могут быть также у Лейклза. А он высасывает у иллюзии. Так серьезный дэмэдж. Ну и побежали, побежали, побежали иллюзии Наги. Но, правда, вокруг Сларка не очень весело им. Я вижу, что у этого разора огромные проблемы. Он себе сделает рефрешер и за секунду все равно умрет. Потому что БКБ у него уже действует там 8 секунд. Да, а рефрешер не поможет выживать. Это факт. Так, Тайдхантер падает. И они одного Тайдхантера убить не могут. Вот в чем проблема. На топе. Фурион. Будет ли драка? Фурион. Есть слип. Фурион улетает. Все четко. Так, и теперь еще если поставят... А, нет, не хотят. Нага тоже улетает. Т2 тавр забрали. Фуриона спасли. Фурион Т2 тавр тоже... Ах, заденайл разор. Суть в том, что попадали тавра. Счет 16-17. Нет вообще Т2, Т1 тавров ни у одной, ни у второй команды. Ну и надо выигрывать в доту сейчас. Вот так вот. 1800 у Тайдхантера. Может быть даже какой-то... Хотя ему, наверное, этот даггер вообще никуда не сдался. Они, кстати, даже на 35-й минуте не стесняются аншентов стакать. И вот пришел сюда. Тайду еще плотности. Тайду Кирасу сюда надо. Или, может быть, действительно надо ему придумать форстав, чтобы нагу толкать куда-то. В толпу сейчас Фурион. Этот Фурион это вообще забейка. Какая-то приманка. Ну, он как-то умудряется найти. Ему бы даже, наверное... 0.5 у него. Тут уж ничего не сделаешь. Такой фидак вообще просто. Если бы у него так большой в миде, да, подняли. Ну и до свидания. Здесь Банша. Можно ультимейт не вязать. БКБ пытается она провязать. Но тут понимаем, что... Да, такой интересный каст БКБ. Но пытается убежать. Слушай, ему в свит очень хороший. Юзает ультимейт. Юлы сверху. Тренд протектор подтянулся. Поймали нагу. Но ее никто не дамажит. Сларк под... Ну, БКБ сейчас надо переждать марчу и потом ультануть. Ждет он. Ждет. Ждет. Там ТНК погиб тем временем. Слушай, а все живы. И Абб тоже погиб. Вообще, очень отвратительный файл. Поймали Сларка. Сларк пытается сбежать. Ну, вот так вот, да. Так у него получится. Последние все драки. У нас весь американский наш этот... Отключился. Все американские комментаторы. Что-то подозреваю. Я что, снижил? Тоже у пацанов дудосик, что ли? И в очень-очень неприятный момент сейчас дропает наших американских комментаторов. БТСы вернутся в игру, когда, может быть, уже не будет мида у одной из команд. Потому что по-прежнему у нас есть ревейдж. И по-прежнему его еще MVP не вкастовали. Падает Т3. Марч танкует. Сларк прыгнул у Сларка. А Сларка есть БКБ вообще? Сларк, ты что делаешь? Сларк, ну, у него есть Аегис. А, это Слевагиса. Но БКБ за 20 секунд, как бы, он в любом случае не восстановится. Ерева пустянула в Марч. А Марч в Сайленсе. Ревейдж как-нибудь прожать. Ревейдж обязательно, да, успевает перед смертью. Попадает по всем. Но он хотя бы защитил всех своих. Т3 упало. Шестнадцатый левел он. Ревейдж откатывается все равно долго. Но в любом случае, фурион продолжает фармить, хекс. Сейчас его убьют опять. Он уже ненавидит. Ну, а что поделаешь, он единственный, кто так вот должен сплетить. Ну, а Сларк и опять минус фурион. Повезло. Слушай, да? В этот раз, если... Ох, хорошо, если... Халява просто. Выживает, выживает. Да хватит уже, да? Ну, доделает все. Угу. Так, а здесь у нас уже почти Тараско у Наги. Осталось буквально там чуть-чуть дофармить Виталити Бустер. И пытаются Мистрасты сами давить. Но Тайдхантеров не будет всего буквально там 10 секунд. У него, правда, нет ревейджа. Вот это тоже такой неприятный момент. А, Нага себе Тараско принесла. Да, у нее был Виталити Бустер. Да, да. Так что у Наги все отлично. Нагу сейчас даже иллюзии Наги будут убивать очень-очень долго. И вот иллюзия Наги тут чуть не убила ТНК, пока все вот это происходило. И пуш весь остановился. Вот так вот. Смотри, что это такое. Вот это да. Что они задумали? Можно поподробнее. А вот они вниз идут, ну, походу, план Капкан у них. Инвизибилити нам говорит Баншар. То есть они вниз идут, но сюда может разве что иллюзия Наги прийти, какая-нибудь фармить. Вот она вешит как раз. И что сюда еще может вредить? И все. Отлично. Вот иллюзия Наги еще и ломает вард и как бы Аббад даже не хочет вылазить. Да, ну и Митрасс сейчас зависли. Они не понимают, что им делать. 7500 голды они выигрывали на 20-й минуте. Сейчас они 4000 голды проигрывают уже. Нага неплоха. Очень даже неплоха. Сларк вроде смотришь 10-1. Вроде парень что-то делает, команду пытается как-то тащить. Смотришь на Розора, у него 3-4, но при этом хорошие вроде бы айтемы. Но все равно сделать он ничего не может. Вот как вот играть этим Розором? Розора нельзя брать просто так. Вот мол, пикнул Розора, у него там аганим рефрешер, БКБ и пошел вылить. Нет, это не тот герой. Он должен быть против кого-то. Не надо брать. Тесто вот под керри, который фармит. Ну либо может быть Мистраст и не умеет его грамотно реализовывать. Хьякс появился у фуры. Очень важно айтем. А кстати, сколько там БКБ у Розорчика? 7 секунд. Ну еще более-менее. Я думал, что он до 5 дойдет. Да, я тоже думал, там уже 4, но мы видим, что еще жить будет. Но зато жить не будет ТНК. ТНК, понимали, тут уж он точно жить не будет. Раскостовался, что было. Вард текнул, но его тут же убили. И Руби, кстати, украл Сулкетчер, да? Ну Сулкетчер такое, конечно. Какую-нибудь ДПшечку. Там БКБ у всех. Ну в любом случае, да. Ну что, Бараки, Бараки по миду будут пытаться сейчас убить МВП Феникс. Ребятки сейчас в шаге от Сиэтла. МВП Феникс. Носит рейнджевой Барак. Каспер будет горд. БКБ прожал Сларк зачем-то, лол. Тайт ходит здесь. Дерево. Дерево получает Шиву. Один Барак упал. Дерево ультануло. Сларк БКБ сейчас закончится. Вот оно, БКБ закончилось. Марч. Марч по-прежнему живой. Марч пытается не ультовать пока. Вот он слип. Ой-ой-ой, скомбинировали, конечно, очень криво. Марч падает. Эта ошибка стоила довольно дорого. И сейчас Кио тоже может умереть. Да, это сейчас был огромный фейл. Это был огромнейший фейл. Ну и типа аут все-таки пытался сделать. Да, и он тут умрет. Это провал. Это сейчас огромнейшая ошибка команды МВП. Минус четыре. Они теряют Нагу. Трипл килл делает баньшла. Зарабатывает кучу денег. Как же они так не скомбинили-то, а? Ну вот. Волнение, волнение опять же сказалось, я думаю. Да. Чуть-чуть не дает. Ну, не поверила Нага в то, что Тайтхантер выживет. И успеет издануть реведж. И в итоге решила взять все в свои руки и заслипить. А Тайдуха успевал. Гем выпал, который даже, как мы видим, и Мистраст в панике не заметили. Валяется себе спокойно. Как будто там ничего нет. О, блин, какой же мувспид жесткий у этой ДПшки. 503 летает. Но у нее тревела как раз откатили. Может прилететь после того, как дефит топ в мидл. И вроде как успевает все воскреситься у МВП. Должны задефить. Но Т3 Тауэр может быть и упадет. Но не более. Заморозка. Ну, там прячет ШД. Я думаю, еще и может быть Бараки даже попрессует. Марч. Тайдуха. Да, Марч пугает всех. Да, они даже Т3 Тауэр не отдают. Вот так вот. И всех выгнали. Ульта Фуры хорошо так входит. Ну, вот и на топе, кстати. Почему Фурион сейчас не на топе, я опять-таки не знаю. Он должен быть уже на верхней линии. Но почему-то он тусуется здесь, как и не знаю кто. Ну, вообще, в принципе, и там, и там не самые такие прошаренные Фурионы. Поэтому, ну, все впереди. Да, но Фуриона мы сейчас в игре видим только когда он умирает. Да. Это да. Вот пойти по сплитпушить вовремя, когда это надо делать, а не когда ему хочется. А пока Фурион не может. Товарищу Иисусу надо работать над своим, над своим выживаемостью. Вот, какую-то Тарасочку. Если его выживаемость увеличится, то там проблемы начнутся у MVP серьезные. Два ультимайта. Да. Это очень сильная штука. Когда у тебя там минус 20 армора буквально за секунду. У Разора с деньгами тоже не особо все хорошо. То есть 2000 до Тараски еще, и не знаю, полгода фармить, грубо говоря. Да не купит ли он себе сейчас какой-нибудь Линкин, как это любят делать? Потому что как бы супер неадекватный тем будет. Ну и на черта это будет, да. Но это просто Линкин. Мы с Ластом когда комментируем, у нас во всех играх все азиатские дотеры покупают Линкин, и мы по полчаса пытаемся понять, зачем он. Что сбивать и что блочить. Клевый артефакт, Ману регенит. Да, просто клевый артефакт. Ну, Ману регенит, регенит, хп регенит, все. Рубик с Аганимом. А теперь Рубик будет воровать. Так, интересно. Да, ультимейт Банши с Аганимом. Жаль, что больше не дамажит, но да ладно. Зато сдалека. Ну и мы уже обсуждали, и кулдаун меньше. Ну, два пурджа от Шедоу Демона. Тренд протекторовский ультимейт очень хороший. И, собственно, ультра... Да все очень хорошее. Опять-таки, здесь Рубик у нас, вот, придет Иван между матчами и будет рассказывать. Куда-то пошли. Хорошо идут, хорошо идут, только вместе надо идти, ребят. И там в спину забегают им парни из МИД Транспорт, неполным составом. А MVP выбегает в МИД сейчас на Разорчика. Ну и вот она, сетка. Подняли Лейклза. Здесь телепорт идет, отменяет. Лейклз сгорел. Есть у него байбэк. И надо его делать. Барак падает, но, правда, пока... А, нет, Багдор не... Ну, одна линия на такой минуте не супер страшна. Да, они сразу низ пойдут ломать. Ну, это да. И вот он байбэк, и уходит отсюда. Марч, там Сайленс, дерево прыгнуло, ультануло. Так, здесь же Сларк. Тайд, отличный ультимейт до БКБ. Лейклз включает два своих ульта. Надо, наверное, сейчас... Вот очень нагу быстро зафокусили. И надо, наверное, разбегаться. А МВП... Ну, а если зафокусить Разору не удается, то вот сейчас он... Сейчас он получит. Бам-бам-бам. Да, да, ну, марш здесь... Хоть и это Тайд, но мы видим, тут он не выживет. А... Байбэк есть. Параллельно снизу падает Т3 Тауэр. Ну, наконец-то! Фура! Очнулся! Вот он, Фурион! Вышел из комы. Ты ж в игре есть! Красавчик! Это ж он усыплял бдительность. Да. Я вообще, говорит, нет, не люблю сплит-пушить, а тут... Но я могу. Обманул, говорит, обманул. Ну что, нага погибла. 3200. Что будет покупать себе нага? Надо батерфляй купить. Маги, так скажем, наступили как-то не самые лучшие времена, хотя вроде на такой минуте должно быть наоборот. Пока вот в MVP... Они просто как-то... Там весь фокус в нее просто идет. Да, да, да. Все в нее. Ну, то же самое у парней из MVP. Если не убивает Разора, все, там им никто ничего не может сделать. Потому что под Разором очень-очень невесело драться, потому что, ну, дэмэджи, минус армор и так далее. Там в миде Сларк! Сларк! Сларк в фикси! Закрыли! Боже, какой бы это был глупый фрак сейчас. Но он живет. Как он... Что он там вообще делал? Ну, он зашел просто на хайграунд, начал бить тавер, получил айспад, макропиру и все. Так, ну, ДПС с Шивой. Очень толстая. Ее реально убить будет очень тяжело. А байбэк, получается, никто не делал, да? Просто они появились. Да, было время. Долго думали меты, но не могли они просто так зайти. Ну что, Фурион, давай. Я верю, что ты уже ультом сплитушишь в линии. Ну вот, Разор прожал БКБ, сразу отступает. Сларк не попадает. Вот шикарно. И теперь нету БКБ у Разора и знает прекрасно ребята из... БКБ уже 4 секунды. У Разор еще и рефрешер в кулдауне. Поэтому тут такое понимаешь надо ходить. Все, сейчас МВП должны идти сносить. Ну что, 4 секунды БКБ у Разора, рефрешер в кулдауне. Ну, правда, полминуты, так что скоро он появится. Ну, суть в том, что у Разора толком денег нет, байбека у него тоже нет. Но, правда, да, байбек через 3 минуты только появится. И сейчас огромный шанс для МВП эту игру закончить. Тут еще Рошан появился, которого желательно забрать либо одним, либо другим. Ну, если Наги, ну, Наги, правда, некуда вложить. Ну, Тайтхантеру, Тайтхантеру, чтобы... Как некуда? Аквилу продать к чертой бабушке. А, да, да, да. Аквилу уже не нужна. Ну и вот Рошана. Рошана пилят. Летит сюда также Фурион. Понятное дело, что не придут ребятки из МИД Трасс. Я не знаю, как вызвал Трентов-то, а? Одного разведчика еще. Царь. Вот это... Вот этот царь, да, да. Правда. Правда, разведчик пришел тоже драться. Да. Херовый разведчик, скажем так. Неправильный. Да. Ну, как минимум, какую-то инфу он получил. Да, очень быстро убивают Рошана. Здесь Мистрасты даже пытаться... Что?! Аегис-профету! Та идите вы! Ну, зачем? Он же и так фидонет. Вот Наги, Тайду, ну, кому же вы даете? Ладно. 18-й левел Киоу, до Баттерфляя осталось Тыщенку нафармить где-то. Голые бараки снизу, напомним. МИДа нету, тоже один барак. Ну, по сути, только один барак упал на данный момент. Надо сейчас идти прям забирать, то есть не тянуть. Самое главное не тянуть. Ну, дождались они уже пока у Розора появились оба ульта. Но у Розора 4 секунды БКБ и нет байбека. Ну, и байбек на данный момент имеется только у Сларка и у Баньши. Ну, этого, в принципе, хватит, я думаю, чтобы отбиться. Ну, вот пеньки и иллюзии Наги идут бить этот барак. Против дерева это, скажем, такая себе затея. Надо экшн. Стаутшилд валяется чей-то. Это Тайдовский Стаутшилд лежит. Тайд себе тоже рефрешер, кстати, покупает. Скоро будет у него рефрешер. Опять-таки, 50-ая минута матча почти. И мы не обращаем внимания на то, что игра-то нифига не улыбает. Подрубает Суль. ДП сама себя продамаживает. Подрубает БКБ. Марч. Давай, давай, дорогой. Вытерпливает. Просто до самого последнего юзает ревочную. Опять со слипом комбинация. Отвратительная получается. Это просто какой-то, ну, я не знаю, что они делают. Умирается после Аегиса, моментом опять же умирает. Это такой... О, боже. Ай. Стояли и один и второй ждали до конца. Окей. Если вы видите БКБ у Банши, нажми слип, брось сетку, убейте ее. Все спят. Просто быстро возьмите, замесите ее. Почему? Они этого не знают. Они этого не видели. Они этого не умеют. Это наши ребята там пользуются подобным, потому что на этой наге собаку съели. И везде ее используют. А вот, видишь. Ну, я прошу обратить внимание на сверхполезность Фуриона с Аганимом. Все с Аегиса. Аегиса, да. Просто мегаполезный. Ну, отчасти, конечно, то, что там профукали два ультимейта в никуда, он же тоже не виноват в том, что так получилось. Ну, да, да. Но в целом, конечно, Аегис, да, хорош был, неплохо. Ну, я 15 секунд еще продержаться надо. Там Нага своими иллюзиями, конечно, оттягивала. Ну, и тут мы видим еще и ТХД оттягивает. Но Т3 Тауэр-то упадет. Т3 Тауэр упадет. Осталось 6 секунд. Сетка в Розора. Т3 Тауэр все-таки падает. Заморозка. Розора пытаются максимально фокусить, контролировать. Кстати, тут можно ловить. Летит Тайтхантер. Ой, как много урона. Ну, 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 бить его рукой, бить его рукой. Хорош. Минус Розор. И еще один захрюкал. И минус дерево. Захрюкал. 85 секунд без Розора. А байбэк будет через 7 секунд. Нет, да, будет, будет. У него байбэк через 7 секунд. И денег у него хватает. Должно хватать. Нага Баттерфлей доделала, но у нее есть деньги и сейчас уже будет доделывать. Да, и идут просто MVP по прямой. Птичка несет, кстати, демон Эдж Сларку. И у Сларка довольно много уже демеджа. Так, а байбэк у него есть. Сейчас надо идти на топ в команде MVP. Зачем вы идете в мид? Идите на топ, а Фурион пойдет в мид доносить. Зачем вы доносите эти бараки просто так? Это глупо. Два байбэка развели. Уйдите. Сларк за Рубиком. Рубик, живи, живи, живи. Сларк, БКБ. Марч в саленсе. Марч включает байбэйл. Марч. Нет ульта еще 14 секунд. Дерево ультует. Марч пытается уйти отсюда. Слип. И Марч выживает. Марч живет. Все, отлично. Отлично развели на ульт Баншу. Развели людей на БКБ. И все поставились в живых. Кроме Рубика, да? Отойти на секунду. Нет, Рубика блинг. У Рубика блинг. Рубик своровал там ульт Разора под агонимом, считай. И заюзал его. То есть, Рубик вообще молодец. Если бы был файт, если бы был реведж в этом файте, то, я думаю, Мистрасты бы без шансов его проиграли. 3000 голды. Персик я видел, там точно был. Да. И получается еще штуку 800. Ну да, немного не хватает до рефрешера. И его будет сейчас как-то дожать. И можно идти заканчивать. Да. Ну вот опять-таки, развели на два байбека сейчас. Хорошо в том плане, что байбека у Разора не будет. В следующей драке новых шмоток у Разора тоже не будет. У него есть плейтмейл. Он начал собирать кирасу. Но соберет ли он ее вообще непонятно. Все равно я считаю, что у МВП должен быть план такой. Заходим по верху, а Фурион летит вниз. И пытается сплитпушить вот это вот, что мы заходим. Ну да, на такой стадии игры так и надо поступать. Потому что Фура с такими, ну, айтемами. Конечно, у него ДПС не суперсильный. Но все-таки у него есть некра. И Бараки сломать он. Да, это не проблема. Плюс, тем более, иллюзии Наги какие-то ему помогут. И все. Бараки попадают только так. Главное, на топе. Но это не пошли с волки. Баттерфляй есть у Наги. В принципе, они могут идти в лоб. Им это вот Рад Дота не особо-то и нужна по факту. Короче, дать слип, Фурион залетает. Сносит пока все в слипе сторону. И тоже, кстати, вариант. Это еще очень сильно мистраст. Так, на хайграунде дерево. Увидели. Рубик спалил. Дерево тут же спряталось. Сларк ищет Рубика. Приморозили Сларка. Подняли его. Здесь драка продолжается у нас в миде. Потому что ультимейт по двоим очень хорошие дают по Лейклзу и по Абе. Абба погибает. Абба вообще ничего не сделала. У него есть Байбека. А есть, уже сделал, уже сделал, уже сделал. Сорри. Два БКБ. Тайду надо уйти сейчас. Тайду надо уйти. Всем надо уйти. Мага дает сетку в Лейклзу. Лейклз. 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 Неужели погибнет Разор? Разор без Байбека. Минус Разор. Банша мы видим. В БКБ прожала. Банша дерется до конца. Банша тоже Байбека нет. Марш тут вытанковывает на себя. Все Тайтхантеры. Но там параллельно Фурион ломает бараки. У Тайтхантера триллиард деможи. Боже мой, как он долго живет. Повесили орчит. Сларк очень много времени тратит. В миде тем временем... Марш, Марш. Все-таки умер. Но это было очень круто. А, Б тоже минус. Подожди, иллюзии, иллюзии. Сларка чуть не дожгли. Да ладно, сторона упала. Т4. Т4 бьет Киоу. Спрятали его. Сейчас будет иллюзии Наги. Против иллюзии Наги. И... Какое-то время еще поживет здесь. Команда Мифраст. 103 секунды без Банши. 54 секунды без Разора. И... Хекс Сларка. Фурион. Два удара. Минус Сларк. Плюс 1000 голды для Рубик. Падает Т4. 28 на 29. Вот это игра. По счету. МВП, кстати, даже проиграли. Гудгейм, Млпейт, МВП, Феникс едут в Сиэтл. Молодцы. Ну, заслуженная победа, безусловно. Шикарная игра. Шикарная встреча. Да. И у нас тут в студии сразу же главный специалист по корейской доте. Детки твои выросли. Еду. Ты их комментировал с пеленочек, с блейдмейликами. На самом деле, я сейчас очень жестко горел по их поводу. Я обещаю скинуть им пак демок Фнатиков. Как работает Нага плюс Фурион. Да. Вот почему нельзя было 10 минут назад пойти по топу, начать там драку, нажать слип, снести на ботами Бараки. В чем была проблема? Вот реально, 7 секунд Фурион с Некром. Я всегда такой, когда говорю, говорю, проблема в ДНК. Не, может, конечно, быть проблема в ДНК, но вот сейчас на это смотришь, Фурион всю драку стоит и месяц со своим Айегисом какого-нибудь Сларка с миллионом защиты. Иди убей Бараки. Крипы на хайграунде. Снеси ты эту вторую сторону, закончи игру. Останется третья, потом можно суицидиться, можно сосить Т4. Не-е-е. Вот Банша в БХБ, вот е-е-е-е. Вот реально там сказал правильно Рустам Вич, они хотят по-честному. Они хотят выиграть драку 5 на 5. Да. Вопрос, на хрена брать Фуриона тогда, если ты хочешь в лицо драться 5 на 5. Бери Вингу. Но этот Фурион еще в прошлой катке тебя не было. Он тоже там показывал иногда мастер-класс, залетая в противника прям в замес и умирая там. На самом деле вот эта вот фраза прозвучала MVP Едут Сиэтл. У меня сразу такая в голове фраза, не очень приятная, но появилось именно повторять заслуги мувк. Вы на самом деле. Пошел отсюда. Заберите его отсюда. Забери. Уйди. 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 Все. MVP топ-1. С такой игрой MVP победили Митрасс. Короче. Месяц назад. Подожди. Сегодня у нас какое число? 19 мая. Даже меньше. 19 мая. Месяц назад. Ровно месяц назад. Они сюда приехали, их тут как детей насиловали. Все. Подряд. Тут уровень команд был намного сильнее. Не как детей. Ну, типа, как детей, я понимаю, это когда, типа, 15 минут 0.22 раскатали. Ну да, они держались. Но суть в том, они ничего не понимали вообще в доте. Они не знали, как стоять линии, как пикать. Не брали какую-то хрень полную. Месяц прошел. Пацаны играют отлично. Ну, в плане, хотя бы понимания. У них много фейлов. Да. Ну, то есть, это понятно. Но фейлы, это такое. У них уже появилось понимание доты. И это самое главное. Ну, там фейлы, да. Нави фейлит еще побольше иногда. Так что, то такое. Я имею в виду, что... Сколько бы Наги с Марчем поработать бы, потому что этот Тайтхантер, который все время надо... Нет, я скажу, что Нага пытается законтрить все ульты Тайтхантера. Опять же, я не понимал логику Наги. То есть, два типа прожимают БКБ. Месяц Тайтхантер. Она выжидает. Я думаю, что ты ждешь. Я жмю, что ты отдохайте двух типов БКБ. Вся проблема, говорю. Саппорты будут стоять на это и смотреть. Не имеют ничего, не будет. Опыта. Типа, выжидает, выжидает, выжидает. Стает, падает, торчит. Он сразу нажимает ульт, и она нажимает ульт. Типа, законтрила, понял? Не успел. Вот, кстати, вот написано, что у нас 33 тысячи дэмиджа внес кью-оу. Это понятно все и логично. А вот, к сожалению, у нас нет статистики, сколько дэмиджа втанковал Марч. Вот, вот. Потому что это фантастика вообще. Это Тайт, который бегает, его просто пилят шестеро под ультом. Еще и свои добивают. Вот написано 20 тысяч, 39 тысяч примерно втанковал, я думаю. Ну да-да-да-да, все, что внесла Банша и Сларк, все втанковал на стае. Вот Марчу, кстати, огромнейший респект, потому что это единственный, это я уже говорил, один из трех Тайтхантеров, который качается как правильный человек. Да, через Кракеншелл и Энчер Смэш. Просто без гаши, седьмой левел, второй Кракеншелл, четвертый Энчер Смэш, поехали. Эншенты, давай поговорим. Я на самом деле безумно рад за MVP. Вот, типа, они приехали на Старладер, они вынесли нереальное количество опыта и уроков. Они приехали домой, они отщемили нафиг всю Азию. Ладно, сейчас... Они зефиров начали бахать наконец-то, потому что до этого зефиры их убивали. Зефиры, это забей, вот если бы мне сказали, зефиры едут в Сиэтл, вот тут было бы обидно. Вот, типа, ты знаешь, какого болта, типа, не едут в Сиэтл. Они приедут, проиграют и вообще ничего не получат. В качестве зрителей, пожалуйста, я не знаю, пусть с блокнотиками записывают, как пацаны в Доту играют, то есть за 10 лет не научились. Тут приехали на Старладер, вынесли огромное количество опыта. Я хочу, чтобы они приехали в Сиэтл и там вынесли огромное количество опыта. Ну, а в следующем году уже можно будет... Прямой инвайт. За денечки, за денечки. Прямой инвайт, да. Вот, кстати, тоже перед тем, как начались инвайты, да, командам выдавать, очень было много в интернете разговора про то, что если корейцам дадут прямой инвайт, это будет провал, бла-бла-бла. Но я уверен, что Valve тоже думали над этим, что, типа, да, Корея, ну, в принципе, с точки зрения маркетинга им надо давать инвайт, но с точки зрения скилла, типа, ну, нет. И вот в итоге сейчас получается ситуация, что вот выход этой команды, он выгоден абсолютно всем. Вот просто всем. Корея, Valve, нам, я тащусь вообще, тупо всем выгодим. А, по идее этих типов, я же говорю, прямой инвайт, скорее всего, не дали, потому что ребята слишком мало времени в доте. Ну, то есть состав у них достаточно стабильный. Кто там в Фениксах? Там Демон был, который, ну, его уже заменили, я так понимаю, да, который выигрывал с ними Нексон. Типа, ну, это не косяк команды, то, что Демон пришел, срубил бабла, ушел. Типа, мне кажется, это изначально было понятно. Вот. Ребята одним составом стабильно выступают, приехали, даже после Старладера, типа, вроде как надавали сильных лещей, могли рассыпаться, типа, поругаться, еще что-то. Нет, типа, приехали, тренируются, выигрывали. Но, к сожалению, стабильный состав, это не всегда признак конкурентоспособности, и у корейцев, на самом деле, на прямой инвайт у них вообще не было никаких шансов. Я думаю, валвы вот действительно смотрели за ланами Старладера, и вот этот вот последний инвайт, он был открытым, и если бы там MVP себя как-то проявили, то, возможно, им бы дали. Но так как они проиграли всем, валвы все сделали правильно, они... Они дали ньюби. Ну, ньюби по скилу... Мне нравится, как он горит всегда по поводу ньюби. Я очень горю по поводу ньюби, но объективно, если по скилу, то они в разы сильнее, чем... Временно. Ну, временно, временно. Это вам, вы сейчас радуетесь за корейцев, через два года будете говорить, боже, 15 корейцев на Интернешнл. Как старкрафтеры, да, да хватит, надо доелось. Через два года мы будем топить за африканцев каких-нибудь. Да, кстати, кто-то там. Зефир. Африканцы с зефир. Американские квалификации. И вот африканец бомбит-бомбоя. Бомбит-бомбоя. И опять такой 0-10 не едут на Интернешнл. Да где же на Антарктиде будут квалификации? Мне там битерес не писали, что чувствую, что перед следующим Интернешнл факер с дредом берут еще двух человек, находят какого-то оффлейнера, едут на африканские отборы, берут там топ-9 и так далее. У меня опыт уже есть профессиональной команды. Зефир-2 команду назвать. Зефир-2 просто и все. Черепахи мы назовем. Черепахи. А вот, кстати, черепахи это норм вообще. Туртл. Туртл. Блин, а с Тёртл был уже не круто так-то. Да, 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 не получится. Другой придумал, что такое. А мы просто черепахи назовем. Вот, кстати, зато ли через четверку вначале. Черепахи. Суть не в этом, у нас через сколько? Через час у нас следующий, да? Гранд-финал по расписанию должен быть через 45 минут. Эру MVP. Best of 5. Но, зная азиатова, они могут и раньше начать. На самом деле, я вот еще добавлю по поводу выхода MVP. Да, мы рады тому, что они едут в Сиэтл это раз. А во-вторых, я, по крайней мере, очень рад, потому что этот гранд-финал, это будет просто какое-то... Это должно быть месиво. Это корейцы против сингапурцев. Это не корейцы против... Это не сингапурцы против Исуса на Морфе, там, или там Тинк... Да, у них DDZ на Тинкере и Морф, Исус. Вот это было бы нормальное противостояние минут на 80. А тут будет прямо экшен. А тут будет прямо экшен. Ну вот сейчас, подожди, у нас две игры было, я даже посмотрю, чтобы точно знать, какое количество времени было затрачено. Много было затрачено, ребят. Я пришел в 9 часов, если вы в 7 стартанули, у вас только одна катка закончилась. Да, у нас 53 минуты, вторая игра, и первая тоже была 50 что-то с чем-то минут, 51. Но игры, во! Костер, огонь! У нас сейчас тоже самое было с Ромой. То есть катки были все по 50, по 55 минут. А Ром, посмотри, сколько вчера играли против MVP. Да я знаю, что первая 64 минуты была, по-моему. Ой, то есть вторая. А первая была там довольно быстрая. Первая, ну я просто на рассчитывал, там фрагов было очень много, во второй, я думаю, что тут действительно будет очень много экшена, не будет фармежки. Но все-таки вот в чем проседают сейчас корейцы, в том, что они еще не научились фармить. Слава богу. Ну, слава богу, но это пока. Это пока. Потому что у них вот этот АПМ потом будет зашкаливать, у них крип не будет успевать выходить, его просто затыкают, он умрет просто от того, что на него накликали 100 раз. Они будут в топить линии так, что просто не будут крипы доходить вообще. Не идут, да, на месте. Третья минута, Кири говорит, меня уже по Таурам жмут, может вы это типа перестанете? Не, 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 ща, 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 тут сейчас подойдут первая пачка, там все нормально будет. Не, на самом деле да, вот очень нравятся корейцы, потому что они пока воюют, пока не фармят. Слушай, я уже знаю, как будет выглядеть цитата корейцев. Три саппорта заблочили 12 стаков крипов, потом отпускают их и сносят базу. А, кстати, уже так обузить, к сожалению, нельзя, вот через шейкера уже вот эти обузы не работают, и поэтому единственное, кто может, это ландруид вражеский там стоять, что-то делать. Фаник один раз уже поводил так. Ну да. Ну неплохо. Встаю на тупе, а то говорят типа Т3 ломают на 10-й минуте. Предлагают пойти пофармить, да, внизу, крипов много. У меня ботинок, не могу пофармить пока. Ладно, мы уходим на 40 минут. Ну где-то, я думаю, получасовая у нас будет пауза, мы там вармемся за 10 минут до гранд-финала. Я не знаю, кто будет комментировать гранд-финал, Витя точно будет комментировать гранд-финал, потому что, ну корейцы в гранд-финале, и тебе не дать комментировать, это будет просто преступление против, да, это пощечно, это же вообще не культурно. Так что мы берем паузу и вернемся, я думаю, где-то через полчаса, Arrow Gaming против MVP Phoenix. Легендарный The International приближается. 11 лучших команд планеты в дисциплине Dota 2 уже получили приглашение на турнир. Судьбу последних пяти путевок определит онлайн-отборочный этап с участием 40 сильнейших команд Америки, Европы, Китая и Юго-Восточной Азии. Официальные стрим-трансляции отборочного этапа TI4 в регионе СНГ от студии Starluder и компании стартуют уже 12 мая. Только Dota на четырех стримах одновременно с лучшей командой комментаторов и аналитиков. Кто уже этим летом отправится в Сиэтл за миллионом долларов? Ищи ответ на ti4.starluder.tv. Повторы всех игр смотри на YouTube-канале Dota SLTV. Dota SLTV.